Так, получилось, что за кадром я поиграл, но не так уж и много, не то чтобы много, но прилично. Я прикупил себе хату, сейчас я стою прямо около неё. Собственно говоря, я вам покажу ещё и гараж. Я прикупил две себе абсолютно бюджетные тачки, так скажем. Блядь, что за красная полоска у меня тут на экране? Она, по-моему, у меня только у одного, не знаю, будет ли она у вас. Так вот, я прикупил себе какие-то две тачки. И кто-то скажет, говно, но мне похуй. Я там наподобие доджа, я в принципе люблю машины додж, поэтому мне было похуй покупать какую-то гоночную. Я мог купить какую-то гоночную, но купил обычный себе старенький доджик. Собственно говоря, вот моя хата, что-то тут в холодильнике, что-то тут на кухне, свечки горят. Я прямо когда только зашёл в хату, тут сразу же уже свечи горели. Видимо, её успел какой-нибудь иеромонах осветить перед тем, как я её купил. Тут какая-то хата. Спальня, которая располагается рядом, прямо напротив. Там не знаю, что это, это иксбокс или это плойка. Вообще, блядь, по джойстику на иксбокс похоже. Лос-Сантос овенс ю. Чё, Лос-Сантос имеет тебя? Или чё-то такое, я вообще не очень силён в английском. Ну и, конечно, мой костюмчик. Так, здесь ванна, ванна, блядь, в которой я постоянно почему-то респаунюсь, когда захожу в GTA Online. Мой чувак постоянно почему-то сидит в ванне и зацените мою прическу. Да, охеренно просто. По моде. Так, и, собственно говоря, теперь, наверное, самое интересное, непонятное почему-то фотографию какого-то, блядь, чёрного деда и белой женщины. И, видимо, у них родился сын Мулат. Ну ладно, войти в гараж. Сейчас вы просто охереете моих двух тачек. Одна так себе, а вот вторая, блядь, просто охеренно сделанная под камару. Так, собственно говоря, вот это, блядь, вы с неё просто тащусь. Это вообще наподобие доджа, знаете, по-моему, в четвёртом форсаже такой был батя Виндиделя, на котором развился. Вот, такой вот там был, только он был чёрный, но мне похер, мне нравится сочетание жёлтого и чёрного, поэтому я сделал её почти под камара какой-то, как бамблби из трансформеров. Ну, а это так, президентский люкс, типа, а-ля 70-е, 80-е, даже не знаю, что это. Что это за марка машины, если честно, без понятия, прочитать можно что-то, R-H, R-R-R, непонятно, короче. А вот это просто охерительнейшая тачка. Что-то у неё там написано, хрен знает чё. Ну, собственно говоря, давайте на ней выйдем и начнём какое-нибудь задание. Просто посмотрите на эти диски. Они же просто охеренные. Сейчас прокатимся немножко. Просто. Продолжение следует...